В эфире телестудия Карачаганак, в студии Майя Амирова. Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию следующий обзор новостей. Отчетная встреча в Буминском сельском округе. Отчетная встреча Акимов сельских округов перед населением продолжается. Теперь об этих событиях подробнее. Заслушиваются доклады Акимов всех уровней о проделанной работе за 2018 год и запланированной работой на 2019. В Буминском сельском округе состоялась отчетная встреча Акимов округа. В собрании наряду с Акимовом района приняли участие руководители государственных учреждений различных сфер, депутаты районного Маслихата. Расположенный в 36 километрах от районного центра Бурлинский сельский округ населяют 4067 человек. На сегодняшний день созданы достаточно хорошие условия для жизнедеятельности граждан. В частности, за последние 2-3 года были построены и сданы в эксплуатацию ряд новых социальных объектов. Широко развивается индивидуальное предпринимательство. В результате в округе функционируют 58 частных предпринимательств, 29 магазинов, 39 торговых точек, 2 аптеки, 1 деревообрабатывающий цех, 2 пекарни, 3 парикмахерских и 3 кафе. На сегодняшний день завершается строительство торгового центра и еще одной аптеки. За счет развития сферы малого и среднего бизнеса народ обеспечен рабочими местами. Немало здесь и социальных объектов. На сегодняшний день в сельском округе функционируют 13 государственных учреждений, в которых трудится 516 человек. Две среднеобразовательные школы, в которых обучается 528 учащихся, пришкольный интернат, два ясли сада на 190 мест, ГКК Бурлинский колледж, которым обучаются 520 студентов, это вместе с заочниками, сельская врачебная амбулатория, ГУ по охране лесов и животного мира, Бурлинский центр оказания специальных социальных услуг, сельский дом культуры, а также модельная библиотека, пожарная часть номер 9, поселковое отделение полиции. На селе животноводством занимается одно ТО, 13 крестьянских хозяйств, 4 подсобных хозяйства. Общая численность скота в округе – 1357 единиц. В 2018 году в рамках программы «Нурлежер» была проведена водопроводная линия в более чем 700 дома. Системные работы здесь продолжаются и дальше. Открываются спортивные площадки, ведет в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. Председатель молодежной организации Бурлинского сельского округа Нургуль Лукбанова выдвинула свои просьбы и предложения. Всему, наверное, есть определенные меры, всему должно быть такое понятие, как «Канагак» удовлетворение. Мы, молодежь Бурлинского сельского округа, это очень серьезно понимаем. Поэтому то поколение, которое следует за нами – это младшая школа, это те, которые готовятся стать абитуриентами, уже, наверное, со школьной скамьи, уже в семье должны понимать, что быт и жди венцын, быт нахлебникам, это совсем не ест хорошо. Мы, на самом деле, жастарының ортасында көп тепказыр таралатын, бер, бер, маған, маған дейтін саясатты жоққа шығар омыз керек. По сравнению с другими сельскими округами, здесь было проделано немало работ по благоустройству. Несмотря на это, Акиму сельского округа было высказано немало обращений и просьб, такие, как необходимость облагораживания села, проблема транспорта, уличного освещения, телефонной связи, очистка дорог от снега внутри поселка и другие. Наряду с этим выступали и те, кто был доволен работой Акима. Поблагодарить районный Акимат и район Акима, поблагодарить местный Акима и нашего Анну Альбиктигоревича за здание, которое вы общими силами нам подарили. Здание высокое, здание чистое, красивое, светлое, просторное, теплое. Спасибо вам большое за ваше участие к нашим проблемам. Мы надеемся, что сотрудничество будет продолжаться и что мы не будем обделены вашим вниманием и дальше. Аким Бурлинского района Санжар Алиев, ответив на все вопросы населения, подчеркнул, что сделает всё возможное для их решения. Также доложил о планируемых работах на текущий год. Мира Султанова, Тимур Толибергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия, Карачаганак. Хорошая возможность жителям напрямую обратиться к руководству района и сельского округа, не выезжая из населенного пункта. Это проведение ежегодных отчетных собраний. В череде отчетных встреч свой доклад о проделанной работе представила Аким Бумакольского сельского округа. Социальное положение сельских округов Бурлинского района наряд выше, чем в других районах области. Этому хорошим подспорьем является активная деятельность и неравнодушие не только руководства района и сельских округов, но и его жителей. Ежегодные отчетные встречи проводятся традиционно и сейчас по итогам 2018 года. И традиционно Акимы района и сельского округа отчитались перед народом. Такое собрание прошло в Бумакольском сельском округе, где был заслушан доклад Акима сельского округа Жанар Жумашевой. В рамках программы «Рухани Жангру» в Бумакольском сельском округе при поддержке населения села был проведен 90-летний юбилей села Бумаколь. При спонсорской поддержке жителя села Асхата Толенова 18 школьников совершили однодневную экскурсионную поездку по историческим местам города Уральск. Одиноким пенсионерам и пожилым людям с ограниченными возможностями была оказана помощь в виде продуктов питания и физической помощи в хозяйстве. При спонсорской поддержке жительницы села Бумаколь Минслу-Досановой был облагорожен берег реки Бума. По инициативе Асхата Толенова и поддержке других жителей села было проведено освещение на территории Бумакольской школы 32 светодиодными и 7 декоративными уличными лампами. Подобные работы будут проведены на территории сельского дома культуры и на улицах села. На собрании присутствовали жители села Бумаколь, облавка и утвинка, входящих в состав сельского округа. Среди вопросов, поднятых населением, были такие, как освещение улиц в селах по причине износа старых фонарей уличного освещения. Также жители задавались вопросом, как ведётся учёт сжигаемого газа в отопительных системах домов, если счётчики в домах не установлены, а оплата систематически осуществляется. Жители также просили обратить внимание на работы почты, а точнее – доставка пенсии пожилым людям, которые получают её несвоевременно. Актуальным и одним из волнующих проблем была диротизация весенний-летний период. К сожалению, поскольку это граница, воздушное пространство, как говорится, закрыто. И воздушное распыление вот этих ядов, ядохимикатов, требует большое согласование там на уровне министерства. Не у каждой есть организация, которая занимается вот этим протравкой. Есть разрешение на лётные работы. И, соответственно, все работают по старинке вот этими. На газели приезжают и распыляют. То есть пока вопрос этот не решён, открытый. Но пока будем по старинке, как про травку делали, противогнусных вот этих мероприятий, будем пока вот так делать. Потому что других я ищу, но пока нет той организации, которая... Аким Бурлинского района, в свою очередь, ответил на все интересующие жители вопросы. Заверил, что все они будут взяты под его контроль. И проблемы, требующие немедленного реагирования, будут решаться в первую очередь. Жители же дали положительную оценку деятельности Акима сельского округа. Мира Султанова, Тимур Толипбергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия, Карачиканак. Это всё на сегодня. Всего доброго.